МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канала Уваровское телевидение и итоговая информационная программа «Наш город». В студии Ирина Мерзлякова. В нашей программе новости дня и уходящей недели. Взятые обязательства должны быть исполнены. Глава города Уварова Владислав Денисов потребовал от подрядчика ускорить ход работ по строительству тротуаров, благоустройство прилегающей территории, улучшение бытовых условий проживания детей и персонала. Несмотря на то, что на календаре только ноябрь, в загородном лагере «Кристалл» уже началась подготовка к новому летнему сезону. О том, что произошло в регионе за минувшую неделю, расскажет рубрика «Пятница» с обзором материалов официального сайта областной администрации. В завершении выпуска коротко еще о некоторых событиях, которые произошли в городе за эту неделю. В этом году в Уварове ведется масштабный ремонт и строительство тротуаров. Многие объекты уже завершены, но на некоторых из них есть проблемы, связанные с затягиванием подрядчикам сроков выполнения работ. Ситуация обсуждалась на совещании у градоначальника. На совещании Владислав Денисов выразил недовольство работой подрядчика, который ведет ремонт четырех тротуаров по улицам Первомайской, шоссейной, Большой Садовой, Рахманинова. Как обратил внимание глава города, данные работы важны в плане безопасности и удобства пешеходов. Со стороны администрации были приняты все меры, чтобы в кратчайшие сроки после решения о выделении средств провести конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Сейчас же по вине подрядчика работы затягиваются. Мы неоднократно просили ускорения всех производственных процессов, активизации, усиления. Но, однако, на наш личный взгляд, те меры, которые в вами принимались, они были недостаточны. И теперь нам нужно вместе с вами принять и услышать от вас те решения, для того, чтобы нам завершить те на себя взятые обязательства. Мы их берем вместе с вами и нам вместе с вами отвечать перед населением. С замечанием руководитель фирмы подрядчика согласился и пояснил, что самый сложный этап работы, из-за которого образовалась просрочка, пройден. Речь идет о пешеходной дорожке по улице Первомайской. Чтобы исключить залитие водой участков, расположенных ниже уровня проезжей части, пришлось поднимать уровень тротуара. Отметка колеблется от 60 до 70 сантиметров подъема. Все это засыпается песком в связи с погодными условиями, потому что применение грунтов влечет за собой обрушение. Итого замешивания 231 куба, который у нас заложен по Первомайской, вывезено и засыпано 751 куб. Также руководитель организации заверил, чтобы успеть до наступления неблагоприятных для проведения работ погодных условий, дополнительно привлечены люди и техника. А также будет соблюдена технология, позволяющая проводить работы в это время года. Устройство производится также на бетон марки 200 с укреплением по сторонам. Бетон закупаем здесь в Уварово, в Ипокольцово. В бетон добавляется добавка противоморозных пластификаторов, чтобы исключить разрушение. Уже дополнительные люди выведены на Травомайского. На этой неделе принимаем все меры, чтобы перегнать еще один экскаваток погрузчик на улицу Большую Садовую и поставить еще звено из шести человек. У нас можно потом гарантировать эту работу и гарантируем обязательства, которую мы могли не исполнить. Владислав Денисов потребовал от подрядчика предоставить график выполнения работ на каждый день. Также городоначальник подчеркнул, что согласно договору установлен срок гарантии три года. В случае выявленных нарушений подрядчик должен будет в обязательном порядке их устранить. Ирина Мерзлякова, Елена Чирыкова, Виктор Викторов. Наш город. 19 ноября глава города Владислав Денисов посетил загородный лагерь «Кристалл». Несмотря на то, что на календаре только конец ноября, здесь уже началась подготовка к новому летнему сезону. Наряду с благоустройством прилегающей территории в лагере планируется улучшить и бытовые условия проживания детей и персонала. «Готовь сани летом, а телегу зимой» – русская пословица, означающая, что к важному делу необходимо готовиться тщательно и заранее. Вот и подготовка к летней оздоровительной кампании. 2021 года в загородном лагере «Кристалла» началась задолго до лета. Чтобы лагерь соответствовал современным требованиям, а детям и взрослым пребывать здесь было не только интересно, но и комфортно, и безопасно, запланирован большой фронт работ. Преображение коснется не только помещений для отдыхающих и персонала, но и благоустройства территории «Кристалла». «Лагерь постепенно преображается. И вот за эти 3-4 года, на мой личный взгляд, сделано очень много. И сегодняшний мой приезд для того, чтобы нам спланировать дальнейшее его развитие. Мы в этом году выделяем полтора миллиона рублей и дополнительно еще из бюджета 300 тысяч. И вот сейчас мы уже строим планы на будущий сезон, понимая, что мы для наших деток должны сделать условия, где действительно будет им интересно, комфортно здесь отдыхать. Также должны быть созданы условия для работы людей, которые здесь будут находиться. А тем более в условиях пандемии стало понятно, что здесь люди проживают постоянно, они не выходят за периметр лагеря». Для того, чтобы персонал смог круглосуточно пребывать на территории лагеря, ведется строительство современного бытового помещения на 8 человек со всеми удобствами. На сегодняшний день уже возведен каркас строения. На очереди – внутренняя отделка. На смену старой, пришедшей в негодность бытовки, придут просторные, комфортные комнаты с мини-кухней и санузлом. К новому сезону будут проведены необходимые ремонтные работы и в жилых корпусах. В частности, в третьем корпусе, предназначенном для самых маленьких отдыхающих, планируется провести капитальный внутренний ремонт. Также лагерь ждет и поставка новой мебели. «Стены будут отделаны ПВХ-панелями современными, как и игровая. Будет уложен линолеум, сделаны подвесные потолки, будет установлена система «Умный дом». То есть, уйдем от человеческого фактора, то есть, система отопления, которая там уже поставлена, она будет работать в автоматическом режиме. Также сейчас уже провели торги. Будет закуплено в один отряд 24 кровати, 6 шкафов и 12 тумбочек». Значительный объем работ предусмотрен и по благоустройству территории лагеря. В частности, будет продолжена начатая в прошлом году реконструкция системы уличного освещения. В дополнение к уже установленным добавятся еще 12 экономичных светодиодных светильников-прожекторов. Облагородить к новому сезону планируется и так называемый «пятачок» – место, где проходят все культурно-массовые лагерные мероприятия. Здесь будут установлены новые бордюрные ограждения и уложена цветная тротуарная плитка. В центральной части будет уложен искусственный газон, установлена чаша для фонтана, разбитые цветники. Кроме того, на входе в лагерь будет оборудована новая крытая беседка для посетителей и установлены удобные скамейки. Глава города Владислав Денисов ставит задачу вывести лагерь на достойный современный уровень и «Кристалл» уверенными шагами движется к этой цели. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, НашГород. У Варва одно из трех десятков муниципальных образований, представляющих административную структуру региона. Что происходит у наших территориальных соседей в областном центре, а также удаленных в уголках Тамбовщины. На рубрике «Новости региона». В Тамбовской области возобновил работу проект «Волонтеры просвещения». Добровольцы помогут педагогам и детям на дистанционном обучении. Поддержку учителям и ученикам окажут студенты профессиональных образовательных организаций. Весной такая работа уже велась. Порядка 150 студентов оказывали педагогам методическую помощь в организации дистанционного обучения, в проведении индивидуальных занятий с обучающимися и в консультировании по удаленной настройке средств видеоконференцсвязи, а также в поиске и подборе электронных образовательных ресурсов. Выпускникам волонтеры помогали подготовиться к итоговой тестации. Сегодня и дети, и учителя также могут стать участниками проекта и получить необходимые консультации. Заявки принимаются на сайте Управления образования и науки области. В Тамбовской области состоялось открытие первого в стране регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Его участниками стали более 100 младых людей из городов и районов области, студенты местных вузов и СУЗов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики, а также медиаспециалисты и активисты молодежных общественных организаций. В рамках образовательной программы участники форума предложат инициативы по улучшению молодежной образовательной среды и сохранению талантов на Тамбовщине, разработают концепцию основы стратегии молодежной политики Тамбовской области. Форум завершится 22 ноября. По его итогам работы лучших участников пригласят на Всероссийскую территорию смыслов, которая пройдет летом 2021 года в Солнечногорске, в мастерской управления «Сенеж». Из федерального бюджета Тамбовской области направили дополнительные средства на социальные выплаты. Согласно распоряжению правительства, региону выделят 350 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. Право на выплаты имеют семьи с низкими доходами. Размер пособия на ребенка составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В Тамбовской области это 4745 рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Сейчас в Тамбовской области ежемесячные пособия получают более 30 тысяч детей. Всего из резервного фонда регионам дополнительно выделили почти 62 миллиарда рублей. Так, в этом году общая сумма средств на выплаты по России превысит 123 миллиарда рублей. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд страны – одна из задач федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». По нему в Тамбовской области закупается спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ Олимпийского резерва. Кроме того, тамбовские спортсмены получают шанс совершенствовать свое мастерство под руководством лучших наставников страны. Стоит отметить, что по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» к 2024 году количество спортсменов Тамбовской области в составе спортивных сборных команд России должно достигнуть 55 человек. В период пандемии в Тамбовской области не прекращается работа социального такси. С марта по ноябрь 2020 года совершено 542 поездки по заявкам людей с ограниченными возможностями здоровья. До введения ограничений было отработано еще более 200 заявок. Как сообщает администрация Тамбовской области, потребность в услуге растет с каждым годом. Если в 2017 году социальным такси воспользовались 485 человек, то в 2019 – 1988 тамбовчан. Услугами социального такси могут воспользоваться как дети, так и взрослые с нарушением опорно-двигательного аппарата или нарушением зрения. Также на такси может поехать один из сопровождающих. Четыре раза в квартал услуга предоставляется бесплатно. В завершении программы еще немного новостей города, которые запомнятся жителям и гостям Уварова в рубрике «Короткой строкой». 15 ноября в Доме молодежи Тамбовской области состоялось награждение победителей квеста «Культурный Тамбов», который организовал Комитет культуры молодежного парламента области в День народного единства. Команда «Вишенка» – префектура Южная из города Уварова вошла в число победителей. Всего в квесте приняла участие 31 команда. И еще одна приятная новость. Префект префектуры Южной Надежда Чернявская за вклад в развитие русской литературы получила награду от Российского союза писателей – медаль Сергея Есенина. В рамках синхронных мероприятий проекта «Говори, мы пишем по-русски», популяризация и продвижение русского языка и культуры чтения, 16 ноября в читальном зале Центральной библиотеки города Уварова прошел День изящной словесности под названием «Только влюбленный имеет право на звание человека». Мероприятие было посвящено 140-летию поэта Александра Блока. 17 ноября инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Каштанова посетила Уварский кадетский корпус имени святого Георгия Победоносца и провела профилактическую беседу по безопасности дорожного движения с учащимися. Кадеты освежили знания по правилам, вспомнили обязанности пешеходов и пассажиров. Школьники пообещали инспектору быть внимательными, использовать предметы со свето-возвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. А 18 ноября было проведено онлайн-собрание с родителями воспитанников кадетской школы на тему «Родители, двигайтесь на встречу безопасности». Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В 2020 году он выполнен 19 ноября. В Уварском кадетском корпусе классным руководителем Ольгой Тетюхиной были проведены мероприятия, посвященные этой дате. Также на данную тему с ребятами беседовал и романах Христорождественского кафедрального собора «Отец Петерим». 19 ноября состоялась четвертая игра «Синей серии» интеллектуального триатлона «Росноу-ящерица», посвященная живой и неживой природе, экологии, антропологии. В игре приняли участие 137 команд, в том числе 54 школьной лиги. Команда «Луч» и «Хрустальная сова» Лицея Гордуварова имени Александра Данилова вошли в десятку лучших в своей категории – капитаны Нечаев Иван и Сиднив Дмитрий. Команда «Элипс» занимает в общем зачете 12 место. У всех наших ребят есть шанс попасть в десятку лучших команд России. 3 декабря предстоит сыграть еще в одной игре «Осенней серии». Вот такими были этот день и эта неделя в нашем городе. Если вы не успели полностью посмотреть репортажи в эфире или хотите пересмотреть их еще раз, сделать это можно на нашем сайте и YouTube-канале Уваровского телевидения, а также в социальных сетях. Телефон редакции 4-61-10. Звоните и предлагайте интересные темы для новостных программ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова